Совестливый тюремный надзиратель в зелёной миле, добродушный и дружелюбный умственно отсталый Форест Гамп, борющийся за справедливость из-за нетерпимости адвокат в Филадельфии, сильный духом инспектор в изгое, телеведущий и любимец детей в прекрасном дне по соседству и ответственный тесть в городе астероидов. Похвалы от критиков за эмоциональную весомость, два подряд Оскара за лучшую мужскую роль, премия «Золотой глобус» за то же самое и ещё туча всяких номинаций. Том Хэнкс. Простой парень из Галины. Он не станет браться за роли, где он не понимает поступков героев. И почти никогда не играет в злодеев. Исключение разве что главарь банды в играх джентльменов братьев Коэнов. Ну, у братьев Коэнов не забалуешь. Ну и там его герой имеет весьма неплохие манеры. А вот «Зелёная миля» — фильм, который стоит особого упоминания. Он настолько старался придерживаться во всём логике в отношении поведения своего персонажа, что когда Стивен Кинг как-то пришёл на съёмочную площадку и предложил актёру посидеть на электрическом стуле, тот не захотел, отказался, аргументировав это нарушением дисциплины в тюрьме. Вот такое погружение в роль. В итоге старания Хэнкса и, конечно же, режиссёра «Зелёной мили» Фрэнка Дарабонта настолько понравились Стивену Кингу, что тот даже заявил, что это лучшая экранизация из всех его романов. И он не хотел бы, чтобы этот фильм кто-нибудь ещё раз экранизировал. Ранее Том Хэнкс мог попасть на роль Энди в ещё одном фильме Фрэнка Дарабонта по книге того же Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка». Оба эти фильма, кстати, занимают первые места во всех ведущих кинорейтингах. Сыграть в том фильме Хэнкс тогда не смог из-за пересечения графиков с Йомакс Форест Гампом, который выбрал в первую очередь из-за более косового рейтинга. Форест Гамп стал для добропорядочного Тома Хэнкса местом, где он смог полностью продемонстрировать, что дойти в свои цели можно и хорошим путём. Доброта во благо всем и в образе Тома Хэнкса в Филадельфии. Его героя увольняют с работы якобы из-за некомпетентности, но реальной причиной является его сексуальная ориентация и заболевание СПИДом. Персонаж хочет судиться с работодателями из-за такой несправедливости, что является абсолютно логичным поведением и, естественно, идеально соответствующим Тому Хэнксу. Фильм способствовал повышению уровня информированности населения о СПИДе в те времена. Сам Том Хэнкс уже с десяток лет болен сахарным диабетом, заболев им в возрасте 56 лет. Его жена, актриса Рита Уилсон, больна раком. А вот история их любви поразительна. Том влюбился в свою будущую жену через экран телевизора, увидев её в ситкоме «Семейка Брейди» в 1972 году, когда ему было всего 16 лет. И ради знакомства с Ритой пошёл в актёры. Но только аж в 1984-м судьба свела их крепко на съёмках комедии «Волонтёры», где Хэнкс играл главную роль, а в паре ему была Рита Уилсон. Приженились они не сразу, оба были не свободны на тот момент. Будущая супруга актёра родилась в патриархальной греческой семье, и чтобы жениться на ней, Хэнксу пришлось принять православие, хотя от рождения он был католиком. Сэм, скажите, а что особенного было в вашей жене? А ваша передача длится долго? Это было множество разноцветных стёклышек. Если сложить их вместе, то получалась чудесная мозаика. Мы как бы были созданы друг для друга. Я почувствовал это с первого момента, когда наши глаза встретились. Я жил в пустом дуре, пока туда не вошла она и не наполнил его счастьем. Стоило взять её за руку, чтобы помочь выйти из машины. И я почувствовал, что произошло чудо. Есть фильм «Моя большая греческая свадьба», сценарий которого написан как раз по истории знакомства Хэнкса с семьёй своей избранницы. Это один из самых крепких браков в истории Голливуда. Они вместе уже почти 40 лет. С недавних пор Том Хэнкс, как и Рита Уилсон, гражданин Греции. И они каждое лето живут на острове Антипарос, вдали от туристических мест, в своей пилле площадью полкилометра. Мира и здоровья вам!